Очередная книга, которую я тебе хочу показать, это «Особое поручение». Она содержит в себе две повести. Это «Пиковый валет» и «Декоратор». В «Пиковом валете» Акунин знакомится с очередным своим помощником, не массой. Его фамилия Тюльпанов, фамилия помощника. И Тюльпанов помогает распутать дело Фондолину. Дело идет не о каком-то громком убийстве, а всего лишь о особо хитром мошеннике. Вторая книга «Декоратор» более яркая, более насыщенная. Она от Джеки Потрошвители, которая оказывается русским. Я тебя заинтриговала? Если да, читай книгу. Я ее читала просто с упоением. Когда я ее дочитала, у меня еще, наверное, на час руки тряслись. Она до того меня потрясла. Здесь такое, такое, такое. Я не буду ничего говорить, кроме того, что я уже сказал, потому что я боюсь ввести здесь спойлер. По этой, кстати, причине я в основном и не касаюсь сюжетной линии книг. Если тебе интересна сюжетная линия, погугли, я рассказываю свое мнение. Последнее, что я покажу, это будет такая книга о Зазели. Это первая книга о Фондорне, которая рассказывает о том, как он стал тем, кем он стал впоследствии. То есть, самое-самое-самое начало. Если бы не книга-сценарий, о которой я рассказывала о своих книжных покупках, то я бы и не начала ее читать. Потому что в книге-сценарий сначала шел сценарий этой книги. И я подумала, блин, глупо читать сценарий книги, который я читала давненько. Мой перечитаю. Вот, перечитала. Книга просто потрясающая. Она шикарная, невообразимая. Она объясняет очень-очень много. Она почти все объясняет, что мы знаем о Фондорне. Я, знаешь, что хочу сказать? Очень в тему тебе показывала особые поручения. Мне в тему попались особые поручения. Потому что я считаю, таково мое мнение. Сначала следует прочесть особые поручения. И только потом прочитать из Азель. Ты об Фондорне поймешь больше, чем если бы ты просто прочитала Азель. Так что я тебе советую именно такой порядок. Или перечитай в таком порядке. Ты сама у тебя видишься, сколь много откроется твоему уму и разуму. И мне также выпала честь прочитать такую книгу, как «Красноярский эпохабовый. История фамильного рода». Принадлежит она перу Юлия Пахабова. Как ты знаешь, я увлекаюсь генеалогией, пытаюсь восстановить свое древо. Поэтому мне было очень интересно это читать. Но интересный момент, когда я маме рассказала, что «Мама, мама, я читаю фамилию рода одного человека, который тоже родословно увлекается». Ну и сказала я фамилию, реакция была такой. «Алексей Пахабов из битвы экстрасенсов ему не родственникам приходится?» Я не знаю ответа на этот вопрос, я постеснялась задать его автору. Что я хочу сказать. Книга, она не является из разряда тех, которые мотивируют на изучение своей родословной. Это серьезная книга, она открывает при тобой многие исторические реалии, касается географии мест, касается истории возникновения тех или иных городов, поселков, деревень. Погружает тебя, я не знаю, в понтийный аппарат тех времен. Юрий Пахабов докупался, кстати, до 16 века. Я завидую ему белой завистью. В историческом плане книга очень шикарная. Единственное, что я заметила, видимо у автора наболело, что его фамилию считают Пахабный. Негативный. И хотя он в самых первых главах объяснил, что фамилия Пахабов подразумевает не то, что есть на самом деле, когда она возникла в России, я имею в виду, он на протяжении книги вновь и вновь и вновь и вновь и вновь возвращается к этой теме. Ну видно, что человеку здесь просто задразнили. Наболело. Это видно неваженным глазом. Книга серьезная, поэтому если ты человек, который не увлекается генеалогией, не увлекается историей Енисейской губернии, который сейчас называется Красноярским краем, то книга вряд ли тебе подойдет. «Ежели ты подходишь к названным». Ну и критериям. «Читай». Она выйдет в декабре. Также она немножечко, так чуть-чуть касается того, как надо расследовать своего рода словно, прошу прощения за тавтологию, но не в прямом смысле, а так легкими упоминаниями. Книга хорошая. Да, хорошая, но серьезная. Поэтому, как я уже сказала, выше, если тебе это не интересно и не начинай. Последняя книга, которую хочу тебе показать, это «Сиселья Ахин. Не верю, не надеюсь, люблю». Я уже о ней говорила, но об этой книге можно говорить просто бесконечно. На данный момент у этого автора эта книга для меня фаворит. Я считаю, это одна из лучших ее книг. Не считаю ее лучшей, потому что она пишет так шикарно, что трудно какую-либо из ее книг назвать прям самой лучшей. Но одна из лучших, да, занимает топовое место, да, является моей любимицей, да. Книга состоит из переписок между героями этой книги. И когда я начинала в первый раз его читать, я подумала, что, что вообще, как? Мне показалось это нудным немножечко сначала. Я даже сделала то, чего не делаю никогда. Да. Я пролистала несколько страниц вниз. Я первый раз зачитала «Кроноварианки», чтобы убедиться, что вся книга такая. Она не вся книга такая, эпилог в художественном стиле. И ты знаешь, я думаю, это Сесилия Архем, первый человек, который написал книгу в подобном жанре. По крайней мере, я не встречала других книг, где в подобном образом была бы написана книга. Прошу прощения за тавтологию. «Ой, это настоящий учебник по жизни, а еще шикарный гадательный материал». Ну, знаешь, загадываешь вопрос, загадываешь про себя страницу, абзац, строку, и это и есть твой ответ. Ну, например, «Хорошо ли я проведу Новый год в этом году?» Путь будет 35-я страница, сверху 2-й абзац, 2-я строка. Вот, чтоб ты видела. Если не успеешь прочесть, нажми на паузу. Я тебе прочту, если... В общем, 2-я строка «Кому Алекс». Я на всякий случай прочла ниже. Тема «Большой сильный мужик». У меня нет знакомых Алексеев или Александров. Большой сильный мужик. Может, речь идет о моем дяде, который планируется будет праздновать с нами. Ну, ладно, вернемся к книге. И вот, что я еще хочу сказать. Я этого не знала. И когда сначала об этом упоминании в интернете не очень этому верила, но, оказывается, переводчик – это очень большое дело. Так что теперь, когда я буду показывать книги, я буду оставлять внизу не только информацию о типографии, годе издания, но и переводчика. Почему? Потому что, когда я первый раз читала в льдовом варианте, все было по-другому. Даже фамилия. Здесь он один, а в льдовом варианте у меня было «Дюн». И вообще нонсенс, конечно, ой, нет, мелочь, конечно, но, казалось бы, у слов одинаковый смысл. Но можно поставить такое слово с таким смыслом, что это будет очень понятно. Прям даже не полуслова, а, я не знаю, со слога. А можно поставить так, что сидишь… Не доумеваешь. Вот. И мне не понравился здесь переводчик. Книга шикарная именно в том виде, в котором я ее прошла. И дело здесь даже не в том, что это была первая моя книга. Ну, как мы запоминаем первый наш опыт. И оборачиваемся на него потом большинство жизней. Нет, дело не в этом. Правда, вот та книга, которую я читала в электронной версии, она действительно лучше переведена. Удачные, подобранные слова. Лучше. Это все. Я желаю тебе читать, потому что впечатления наш мозг вымрет. Не дай своему мозгу умереть. Пока. Пока. Пока.